В начале октября стартовал осенний призыв в российскую армию. 700 молодых людей из Мурманской области пополнят ряды вооруженных сил. При этом более 70% новобранцев останутся служить в подразделениях и частях Северного флота. О том, что ждет призывников вне пределах родительского дома и как часто современная молодежь игнорирует повестку, расскажем далее. Совсем скоро, чтобы попасть в армию, придется выстоять в очереди. Из года в год число призывников сокращается. Например, этой осенью форму рядовых наденут всего 704 человека из Мурманской области. Войска, что логично, все увереннее встают на профессиональные курсы. Например, экипажи подводных водок уже давно целиком состоят из контрактников. Та же тенденция и в надводном флоте, куда срочнику путь почти заказан. Так что молодым людям, мечтающим о море, придется повременить. Впрочем, у них есть возможность почти сразу пойти войска на контрактной основе. Призывник, имеющий высшее образование или среднетехническое, может сразу же в период прохождения призывной комиссии заявить в своем желании идти служить по контракту. В этом случае он заключает контракт на два года. То есть вместо одного года срочной службы служит по контракту, но два года. Ну а для остальных военнослужащих, я считаю, что оптимальный период пребывания на службе по призыву, это не менее полугода. Сколько таких новобранцев, еще не нюхавших пороха, получат одобрение от командования служить за деньги на договорной основе, вопрос открытый. Но по статистике, желание отдать долг родине в качестве наемного солдата изъявляют только 10% срочников. В основном они попадают в сухопутные подразделения части Северного флота, а также на военные аэродромы. Особой популярностью у рекрутов пользуются 200-я мотострелковая бригада в Печенге и 80-я артическая в Алакурте. А вот на Северных островах, за исключением архипелага «Новая земля», солдаты срочной службы не бывают. При этом около 70% молодых людей осеннего призыва останутся на территории Мурманской области. Северный флот, во-первых, заинтересован тем, чтобы корабли части Северного флота все-таки комплектовались с теми людьми, которые заблаговременно знают, что такое Мурманская земля, привыкли к нашим температурам, холодам. И, естественно, эти люди, которые служили в частях Северного флота, в большей части пойдут на контрактную службу или останутся в этих же частях. Существует и законная альтернатива службе в вооруженных силах, когда призывников в течение чуть большего, чем основная воинская повинность срока, принимают на работу в почтовую службу или медицинские учреждения. Что же касается уклонистов, то случаев, когда молодые люди игнорировали повестку, в регионе зафиксировано всего шесть. По пяти из них уже заведены уголовные дела.